Залпы «Катюши» словно тараном проламывали оборону противника. Бествольная система полевой реактивной артиллерии, получившая в Красной Армии ласковое женское имя «Катюша», без преувеличения стала, наверное, одним из самых популярных видов боевой техники Второй мировой войны. Во всяком случае, ничего подобного не было ни у наших врагов, ни у наших союзников. Изначально бествольные реактивные артиллерийские системы в Красной Армии предназначались не для наземных сражений. Они в прямом смысле спустились с неба на землю. Реактивный снаряд калибра 82 мм приняли на вооружение ВВС Красной Армии еще в 1933 году. Они устанавливались на истребительных конструкциях Поликарпова И-15, И-16 и И-153. В 1939 году они прошли боевое крещение во время военных действий на Халхенголе, где неплохо себя показали при стрельбе по группам вражеских самолетов. В том же году сотрудники Реактивного научно-исследовательского института начали работу над мобильной наземной пусковой установкой, которая могла бы вести огонь реактивными снарядами по наземным же целям. При этом калибр реактивных снарядов был увеличен до 132 мм. В марте 1941 года успешно провели полигонные испытания новой системы оружия, а решение о серийном производстве боевых машин с реактивными снарядами РС-132, получивших название БМ-13, было принято за день до начала войны 21 июня 1941 года. Боевая машина БМ-13 представляла собой шасси трехосного автомобиля ЗИС-6, на котором была установлена поворотная ферма с пакетом направляющих и механизмом наведения. Для наводки предусматривался поворотный и подъемный механизм и артиллерийский прицел. В задней части боевой машины находились два домкрата, которые обеспечивали ее большую устойчивость при стрельбе. Пуск реактивных снарядов производился рукояточной электрокатушкой, соединенной с аккумуляторной батареей и контактами на направляющих. При повороте рукоятки по очереди замыкались контакты и в очередном из снарядов срабатывал пусковой пиропатрон. Подрыв взрывчатого вещества боевой части снаряда осуществлялся с двух сторон. Длина детонатора была лишь немного меньше длины полости для ВВ. И когда две волны детонации встречались, то газовое давление взрыва в месте встречи резко возрастало. Вследствие этого осколки корпуса имели значительно большее ускорение, разогревались до 600-800 градусов по Цельсию и имели хорошее зажигающее действие. Кроме корпуса разрывалась еще и часть ракетной камеры, раскалявшейся до горевшего внутри пороха. Это увеличивало осколочное действие в полтора-два раза по сравнению с артиллерийскими снарядами аналогичного калибра. Именно поэтому и возникла легенда о том, что реактивные снаряды «Катюш» были снабжены термитным зарядом. Термитный заряд действительно испытывался весной 1942 года в блокадном Ленинграде, но он оказался излишним после залпа «Катюш» и так все горело вокруг. А совместное применение десятков ракет одновременно также создавало интерференцию взрывных волн, что еще более усиливало поражающий эффект. Первый залп батареи советских реактивных минометов, так для пущей секретности стали называть новый вид боевой техники в составе семи боевых установок БМ-13, произвела в середине июля 1941 года. Произошло это под Оршей. Опытная батарея под командованием капитана Флерова нанесла огневой удар по железнодорожной станции Орша, на которой было замечено скопление боевой техники и живой силы противника. В 15.15, 14 июля 1941 года по вражеским эшелонам был открыт шквальный огонь. Вся станция в мгновение ока превратилась в огромное огненное облако. В тот же день в своем дневнике начальник немецкого генерального штаба генерал Гальдер записал, 14 июля под Оршей русские применили неизвестное до этого времени оружие. Огненный шквал снарядов сжег железнодорожную станцию Орша все эшелоны с личным составом и боевой техникой приехавших военных частей. Плавился металл. Горела земля. Моральный эффект от применения реактивных минометов был ошеломляющим. Противник потерял на станции Орша больше батальона пехоты и огромное количество боевой техники и вооружения. А батарея капитана Флерова нанесла в тот же день еще один удар, на этот раз по вражеской переправе через реку Оршицу. Командование вермахта, изучив информацию, полученную от очевидцев применения нового оружия русских, было вынуждено издать специальную инструкцию своим войскам, в которой говорилось. С фронта поступают сообщения о применении русскими нового вида оружия, стрелявшего реактивными снарядами. Из одной установки в течение 3-5 секунд может быть произведено большее число выстрелов. О каждом появлении этих орудий надлежит в тот же день донести генералу, командующему химическими войсками при Верховном командовании. За батареей капитана Флерова началась настоящая охота. В октябре 1941 года она оказалась в Спас-Деменском котле и попала в засаду. Из 160 человек своим выйти удалось только 46. Сам командир батареи погиб, предварительно убедившись, что все боевые машины взорваны и в руки врага целыми не попадут. Помимо БМ-13 в СКБ Воронежского завода имени Коминтерна, на котором выпускались эти боевые установки, были разработаны новые варианты размещения реактивных снарядов. Например, учитывая крайне низкую проходимость автомобиля ЗИС-6, был разработан вариант установки направляющих для реактивных снарядов на шасси гусеничного трактора СТЗ-5 на Ти. Кроме того, нашел применение и реактивный снаряд калибра 82 мм. Для него были разработаны и изготовлены направляющие, которые позднее устанавливались на шасси автомашины ЗИС-6 36 направляющих и на шасси легких танков Т-40 и Т-60 24 направляющих. Была разработана 16-зарядная установка под снаряды РС-132 и 48-зарядная установка под снаряды РС-82 для бронепоездов. Осенью 1942 года во время боевых действий на Кавказе для использования в горных условиях были изготовлены 8-зарядные горновьючные пусковые установки снарядов РС-82. Позднее их ставили на американские автомобили-вездеходы Виллис, поступившие в СССР по Ленд-Лизу. Специальные пусковые установки для реактивных снарядов калибра 82 мм и 132 мм изготовили для их последующей установки на боевые корабли, торпедные катера и бронекатера. Сами же пусковые установки получили народное прозвище «Катюша», под которым они вошли в историю Великой Отечественной войны. Почему «Катюша»? На сей счет существует множество версий, наиболее достоверные из-за того, что на первых БМ-13 стояла буква «К», как информация о том, что изделие выпущено на заводе имени Коминтерна в Воронеже. Кстати, такое же прозвище получили и крейсерские лодки Советского военно-морского флота, имевшие буквенный индекс «К». Всего за время войны было разработано и выпущено 36 конструкций пусковых установок. А солдаты вермахта прозвали БМ-13 «сталинскими органами». По всей видимости, рев реактивных снарядов напоминал немцам звуки церковного органа. От этой музыки им явно было не по себе. А с весны 1942 года направляющие с реактивными снарядами стали устанавливать на ввозимые в СССР по ландлизу британские и американские полноприводные шасси. Все же ЗИС-6 оказался машиной с низкой проходимостью и грузоподъемностью. Наиболее подходящим для установки реактивных установок оказался трехосный полноприводный американский грузовик «Студебеккер» УС-6. Боевые машины стали выпускаться на его шасси. При этом они получили наименование БМ-13Н – нормализированное. За все время Великой Отечественной войны советская промышленность произвела более 10 тысяч боевых реактивной артиллерии. При всех этих достоинствах осколочно-фугасные реактивные снаряды РС-82 и РС-132 имели один недостаток – большое рассеивание и малую эффективность при воздействии на вражескую живую силу, находящуюся в полевых укрытиях и траншеях. Чтобы исправить этот недостаток, были изготовлены специальные реактивные снаряды калибра 300 мм. В народе они получили прозвище «Андрюша». Запускались они в пускового станка рамы, изготовленного из дерева. Пуск производился с помощью саперной подрывной машинки. Впервые «Андрюши» были применены в Сталинграде. В Сталинграде новое оружие было просто в изготовлении, но их установка на позиции и наводка на цель требовала много времени. К тому же небольшая дальность реактивных снарядов М-30 делала их опасным для своих же расчетов. Поэтому в 1943 году в войска стал поступать усовершенствованный реактивный снаряд, который при той же мощности имел большую дальность стрельбы. Снаряд М-31 мог поразить живую силу на площади 2000 квадратных метров или образовать воронку глубиной 2-2,5 метра и диаметром 7-8 метров. А вот время для подготовки залпа новыми снарядами было значительным – полтора-два часа. Такие снаряды применялись в 1944-45 годах при штурме вражеских укреплений во время уличных боев. Достаточно было одного попадания реактивного снаряда М-31, чтобы разрушить вражеский дзот или огневую точку, оборудованную в жилом здании. К маю 1945 года в частях реактивной артиллерии имелось около 3000 боевых машин самых разных типов и множество рам со снарядами М-31. Ни одно советское наступление, начиная со Сталинградской битвы, не начиналось без артподготовки с использованием «Катюш». Залпы боевых установок стали тем самым огненным мечом, с помощью которого наши пехоты и танки прокладывали себе путь через вражеские укрепленные позиции. В ходе войны установки БМ-13 порой использовались для стрельбы прямой наводкой по танкам и огневым точкам противника. Для этого задними колесами боевая машина заезжала на какое-нибудь возвышение, чтобы ее направляющие принимали горизонтальное положение. Конечно, точность такой стрельбы была довольно низкой, но прямое попадание 132-мм реактивного снаряда разносило на куски любой вражеский танк. Близкий взрыв опрокидывало боевую технику противника, а тяжелые раскаленные осколки надежно выводили ее из строя. После войны советские конструкторы боевых машин продолжали работу над «Катюшами» и «Андрюшками». Только теперь они стали называться не гвардейскими минометами, а системами залпового огня. В СССР были сконструированы и построены такие мощные СЗО, как Град, Ураган и Смерч. При этом потери противника, попавшего под залп батареи Ураганов или Смерчи, сопоставимы с потерями от применения тактического ярного ядерного оружия мощностью до 20 кт, то есть со взрывом атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Об эффективности боевого применения «Катюш» в ходе наступления на укрепленный узел противника может послужить пример разгрома Толкачевского оборонительного узла в ходе нашего контрнаступления под Курском в июле 1943 года. Деревня Толкачева была превращена немцами в сильно укрепленный узел сопротивления с большим количеством блиндажей и дзотов в 5-12 канатов с развитой сетью траншей и ходов сообщений. Подходы к деревне были плотно минированы и прикрыты проволочными заграждениями. Залпами реактивной артиллерии значительная часть дзотов была разрушена, траншеи вместе с находившимися в них вражеской пехотой засыпаны, огневая система полностью подавлена. Из всего гарнизона узла, насчитывавшего 450-500 человек, уцелели только 28. Толкачевский узел был взят нашими частями без какого-либо сопротивления. По решению Ставки, в январе 1945 года было начато формирование 20 гвардейских минометных полков, так стали называть части, имевшие на вооружении БМ-13. Гвардейский минометный полк артиллерии резерва Верховного главнокомандования РВГК по штату состоял из управления и трех дивизионов трех батарейного состава. Каждая батарея имела четыре боевые машины. Таким образом, залп только одного дивизиона из 12 машин БМ-13-16 ГМП, директива Ставки номер 002490, запрещало использование реактивной артиллерии в количестве менее дивизиона. По силе мог сравниться с залпом 12 тяжелых гаубичных полков РВГК по 48 гаубиц калибра 152 мм полку или 18 тяжелых гаубичных бригад РВГК по 32 гаубицы калибра 152 мм бригаде. Текст подготовлен Виктором Сергеевым, публикуется в журнале «Военная история» в 2015 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.